Раньше на этом месте был домик в окружении плодовых деревьев, а сейчас лишь груда досок. Кто прошелся бульдозером по ее земле, Ольга Ульянова до сих пор не знает. Вот уже два года женщина оббивает пороги всех инстанций и правоохранительных органов. Массовая скупка садовых участков, а их было больше сотни, в СНТ Мичуринец началась еще пять лет назад. Ольга Александровна уверена, людей принуждали за бесценок продавать свои земли, а у несогласных якобы поджигали дома. Сначала тебя угрожают, потом тебя сожгут, может быть, вместе с тобой, а потом ты отдашь за копейки. Куда ты денешься и куда ты пойдешь? Вот посмотрите пример. Вот у нас развитие садоводства, вот у нас защита прав садоводов. И посмотрите, я третий год хожу и стучусь в глухую стену. Сейчас участок Ольги Ульяновой находится на территории нового жилого комплекса. По словам застройщика, женщине пытались идти на встречу и предлагали в обмен на землю квартиру в новом доме. Но за свои почти шесть соток собственник попросила 3 миллиона 900 тысяч рублей. Я сказал, таких денег я вам сразу дать не могу. Я могу вам дать квартиры, я могу вам дать рассрочку, я вам могу дать что угодно, только не сразу эти деньги. Ее это никакие варианты не устраивает. Я говорю, тогда ждите. Меня этот участок не интересует вообще. Он у меня там такой-то, на границе, там всего, что только есть. Пусть занимается земледелием, пусть восстанавливает дом. Я этот дом не трогаю. Ольга Александровна и рада заняться земледелием, но в СНТ больше нет ни воды, ни электричества. А подобраться к своему наделу она может лишь высадившись с парашюта. Участок окружен чужой собственностью, как и разрушенный домик другого садовода Светланы Кругловой. Ее участок застройщику вообще не интересен. Женщине тоже предложили продолжать огородничать в нескольких метрах от стройплощадки. Два года назад было сказано, что наша земля их не интересует, застройщик инвестстрой. И либо мы останемся ни с чем, либо нам придется продавать участок по кадастровой стоимости. Это около 100 тысяч. Но брошенные на произвол судьбы огородники – это еще не все подводные камни развала Мичуринца. У людей на руках свидетельство о праве собственности на общее имущество СНТ, а конкретно на садовые дороги. Собственники рассказывают, этот почти один гектар земли бывший председатель Сергей Белянцев продал самому же себе за 420 тысяч рублей. Люди несколько лет пытаются добиться справедливости. На днях садоводы обратились в ОБЭП. Да, мы стараемся. Наша. Земля наша была уже приватизирована как бы Белянцевым. А потом размежевана наша. И я имею там долю свою. По словам садоводов, скупать их участки одной из первых начала некая фирма «Магеллан», к которой якобы бывший председатель СНТ имеет отношение. Белянцев является также учредителем ООО «Магеллан». Генеральный директор Исаев Дмитрий Юрьевич. Вот Исаев Дмитрий Юрьевич и руководил всем сносом вот этих всех работ. Но, как он говорит, ни за что он ответственности не несет. Документов у него никаких нету. Объясните мне, пожалуйста, при чем здесь «Магеллан»? Во-первых, эта компания не имеет туда никакого отношения. Это раз. Во-вторых, вы не звоните мне по адресу. Это два. В полиции сообщили, что причин для возбуждения уголовного дела нет. Земельных махинаций не выявлено. По всем фактам проведена проверка, в ходе которой получены сведения и подтверждающие документы, указывающие на отсутствие в действиях бывшего председателя СНТ какого-либо противоправного деяния, прямо запрещенного Уголовным кодексом Российской Федерации, а также указывающих на наличие спорной ситуации, подлежащей разрешению в гражданском правовом порядке. Сейчас все материалы дела о мичуринских садоводах переданы в городскую прокуратуру. Теперь она будет проверять действия экс-председателя СНТ на наличие правонарушений. А вообще в полиции посоветовали решать споры в судебном порядке.